Девочка-пай 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 Я не должна была голодать целый день, как сегодня Девочка-пай 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 А у Кэтвелла богатый дом. Я решила, что там ему будет гораздо лучше. Дом там, где мать. Не имеет значения трейлер, это или особняк. Дом. Это семья. Да, Банни. Брэндон любит Си-Си, Софию и всех, кто там живет. Я решила не считаться с личными чувствами. Как же так? Ты же ненавидишь Си-Си. Ты мне об этом говорила. Разве ты не понимаешь? Я не дам тебе так легко увильнуть этот ответ. Банни врет, а Банни говорит. Привет, дядя. Все хорошо. У тебя не было времени подумать о том, что я сказал? Да, да. Я сейчас уйду и вернусь так, как одиннадцать. Это не очень поздно. Ты смеешься надо мной? Оставшийся соус из моллюсков великолепен. Хорошо, увидимся. Милая, послушай, а сейчас мне нужно уйти. Но мы не закончили наш разговор. Да, да, забудь об этом. Куда ты идешь? Мне надо поговорить с моим дядей Сантино. Сантино? А что случилось с дядей Марио? Не произносите именно вместе. Марио и Сантино. Это как ты и Си-Си, как вода и планы. Почему? В чем дело? Сантино немного похож на меня. Он чувствует себя неловко в семейном бизнесе, поэтому он решил стать юристом. Он собирается посоветовать мне, как выкупить обратно часть моего владения, чтобы оно все было моим. Эта часть до сих пор принадлежит Мельсону? Нет. В момент отчаяния он передал ее Саше Шмидт. И теперь она относится к ее владению, поэтому ожидаются юридические осложнения. Все можно решить свином и остатками соуса из моллюсков, правда? Будем надеяться. Мне жаль, что я должен оставить тебя одну в твой первый вечер. Да ты еще сегодня немного не в себе, но... Мне нужно идти. Да ладно, забудь. Может, ты передумаешь и позовешь Брэндона для компании? Я не могу. Это слишком быстро. Я оставила его только 5-10 минут тому назад. Я чувствую себя ужасно. Как будто я его не видела уже 10 лет. Что я буду делать? Я сойду с ума. Джина, послушай. Когда я вернусь, ты мне скажешь, почему отдала его Кэмбеллом. Нет, это не твое дело. Я хочу как лучше. Хорошо, но почему ты ему не позвонишь прямо сейчас и не поговоришь с ним? Когда услышишь его голос, тебе станет легче. Банни, я не могу этого сделать. Почему? Потому что я хочу дать ему время освоиться. Если я позвоню сейчас, когда он там только 10 минут, он подумает, что я обращаюсь с ним, как с ребенком, а я собираюсь выдержать и оставить его в покое, чтобы дать ему немного привыкнуть. Ты хочешь позвонить? Я просто смотрела на телефон. Он новый? Нет, мне кажется. Все остальное новое. Я думала, что и телефон заменили. Правильно. Тебе нравится, как здесь все переделали? Все действительно замечательно. Но я просто еще не привык. Верно, ты прав. К изменениям всегда трудно привыкнуть, правда? Но отношение к тебе мое и Си-Си совсем не изменилось. Мы искренне рады, что ты здесь. Мы волнуемся. Очень жаль, что Си-Си как раз уехал из города. Он скоро вернется. Я хотела сказать тебе, что мне очень нравилось сниматься с тобой в кино, хотя мы с тобой мало разговаривали. Но мне очень нравилось. Пару раз я хотел постучать к тебе в дверь, но я боялся прервать твою репетицию. Моя репетиция обычно состоит из скрещивания пальцев и молитв. Я думаю, ты была великолепна. Спасибо. Я рада, что все кончилось. Да, теперь надо думать о следующем проекте. Я хочу, чтобы ты был моим агентом. Сейчас я обдумываю проект твоего обеда. Хочешь цыпленка, хочешь пюре или печеную картошку? Я хочу пюре. Мама всегда делала пюре к цыпленку. Хорошо. Мэк говорил, что там попадаются кусочки, но мне это даже нравится. Ты можешь сказать Патриции, чтобы оставила кусочки, а заодно попросить у нее пару пирожков. Я ей пообещаю, что сниму ее в своем кино. Это всегда срабатывает. Соседские девочки будут заглядываться на тебя. Привет, Джулия. Привет. Привет, Саманта. Скажи привет. Хорошая новость. С Мэйсоном все в порядке. По крайней мере, было пять минут назад. Плохая новость. Кто-то хотел его убить в подземелье. Что? В каком подземелье? Около клуба есть тоннель, и кто-то хотел его убить. Потом Хант загородил дорогу и спас Мэйсона. Крейг Хант? Я знаю об этом только то, что Мэйсон и Круз пошли в туннель посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь. Они сказали, что скоро вернутся. Наконец-то Круз подключился к этому делу. Я даже не успела обрадоваться возвращению Мэйсона. Они меня снова напугали до смерти. Ладно, расслабься. Все будет хорошо. В конце концов, ты уже не одна. Полиция тебе поможет. Я знаю. Я только хочу, чтобы у человека, которого ищут, не было ружья. Дерек! Дерек! Ты собираешься оставить меня здесь, Дерек? Ты хочешь оставить меня здесь умирать, как умерла Кэсси много лет назад? Привет. Ты серьезно ранен? Только плечо. Он ушел. Кто это был? Я не знаю. Ну же, Крейг, ты уверен в этом? Я уверен. На нем была маска. Разве он не сказал тебе? Да, мне он это сказал, только не сказал, как ты тут так вовремя оказался. Это же не оживленная улица. Может, вызовем скорую помощь, прежде чем задавать ему вопросы? Да, по рации из машины. Ну, мы одни. У меня тут немного болит. Ты не будешь поднимать много шуму? Конечно. Я вообще ничего не буду говорить. Рассказывай сам. Начни с объяснения, почему ты решил спасти мне жизнь. Вэлсон встретил его в большом доме. Он ставил пять к десяти на крупную кражу автомобиля, но ему помешал канун Рождества. Замолчи, Келли. Ты слишком много говоришь. Привет. Я знаю, как ты любишь шоколад. Может быть, оближешь на десерт бумажку? Кажется, мы не чувствуем себя лучше. Сахар сначала немного оживил меня, а потом я увидела свое отражение в блестящей машине и стала звать на помощь, пока не сообразила, в чем дело. Лаура, ты же переодета. Ты не должна выглядеть привлекательно. Тебя не должны узнать. Какое это имеет значение? Мы никогда не сможем доехать туда, где нас смогут узнать. Мы не сможем выбраться из этого богом забытого места. Мы в ловушке. Ты понимаешь, в ловушке. Нет. Значит, ты придумала, как нам достать денег? Да. Продадим свое тело заведующему моделем? Вернись к реальности, Лаура. Ты только что видела свое отражение. Как ты думаешь, сколько сейчас парень заплатит за твое тело? Кто бросается оскорблениями? Скажи, какой гениальный план? Нет, не говори. Ты делала фальшивые монеты во время трудовой терапии, а потом стала специализироваться на электропроводке. Извини меня. Я прервала твое кино? Извини, что я вмешиваюсь с такой тривиальной вещью, как наша жизнь. Успокойся на минутку и посмотри на экран. Может быть, научишься чему-нибудь? Окей, мальчики, никто не двинется с места без моего сигнала. Вот. Дум-да-да. Дум-да-да. Это ограбление. Вот, смотри. Смотри, что происходит. Они забирают все деньги и кладут их в спортивную сумку. Это лучше, чем бронированная машина. Ты хочешь, чтобы мы ограбили банк? Ну, не сразу. Мы постепенно подойдем к этому. Лучше скажи мне, пока инспектор не вернулся. Что я могу сказать тебе, а не могу сказать ему? Это ты предупредил меня, правда? Ты был тем таинственным информатором, который велел мне уехать из города. У меня сейчас не очень хорошо с памятью, но нет почти ничего, что нельзя было бы вылечить асберином. Ты сделал это из-за моей сестры? Или, в отличие от своих друзей, ты не захотел, чтобы я был козлом отпущения в деле, о котором я ничего не знаю? Ты веришь в карму? Хотя меня интересует восточная философия, мне более интересно то, что случилось с Кассандрой Бенедит. Я знаю, ты это знаешь. Ты и твои друзья, рыцари круглого стола. Келли сказала мне, братство навсегда. Кто же из братьев держал сегодня ружье? Итан? Думаешь, это был один из них? А кто же еще? Может, они наняли кого-нибудь, чтобы сохранить чистые руки? Черт, зачем сначала спасать мне жизнь, а потом увиливать от ответа? Если ты мне сейчас ничего не скажешь, то снова поставишь под угрозу мою жизнь. Не задавай мне вопросов. Ты не получишь ответов. Просто уезжай из города и увози свою семью. Я сделал все, что мог. Скорая выехала. Ну, как вы тут? Ему плохо. Ему надо оживиться и быть молодцом, потому что я жду ответа на вопрос, как он оказался здесь сегодня вечером. Я гулял. Гулял? Правда? Да. Дышал свежим воздухом. Свежим воздухом? В тоннеле. Я заблудился. Ну, хорошо, скажем, ты заблудился. И Мэйсон заблудился тоже. Он действительно заблудился или специально пришел сюда с определенной героической целью, да? Не знаю. Казалось, он удивлен. Не думаю, что он пришел сюда, ожидая увидеть людей с оружиями. Я бросил пистолет. Он там. Что ж, хорошая история, Мэйсон. Но ты не знаешь, кто напал на тебя. Ты не узнал его по голосу? Нет. Хорошо. С другой стороны, ты говорил мне, что этот голос был очень знаком мистеру Ханту. Я бы поставил деньги на то, что ты знал этот голос еще тогда, когда он пел в хоре сиротского приюта. Я думаю, мы продолжим... продолжим эту дискуссию в отделении. Я сейчас приду с носилками. Как дела? Можно чашечку черного кофе? У вас есть пирожок? Яблоко, ромовая баба и Джефферсон Дэвис. Джефферсон Дэвис? Никогда о нем не слышал. Потому что не был в Глазгое кентукке. Ты оттуда? Ты пекла пирог? Мне насвистывает Дикси, когда я его ем. Ты должен платить государственные деньги. Ладно, попробуй кусочек. И если мне понравится, включу его в меню своего ресторана. Он нравится, Альфредо Федучини. У тебя свой ресторан? Безусловно, если будешь в Санта-Барбаре. Вот моя карточка. Что случилось? В чем дело? Все нормально. Замрите. Ну-ка, быстро. Иначе я буду стрелять. Не двигаться. Ты бы посмотрела на них. Это так интересно. Брэндон бегает по двору, и Саманта догоняет его. Он время от времени падает, а она визжит и кричит. Это она хорошо умеет. Почему бы и нет? Визг – это обычная вещь в нашем доме. Это прекрасно, что он так хорошо к ней относится. Брэндон и Саманта проводили вместе много времени, когда Брэндон жил у нас. Знаешь, когда он убежал и пришел к нашему дому? Да. Когда он выяснил, что его усыновили, бедняжка искал, куда бы прибиться. Это было для него трудное время. Он был очень смущен. Он всегда думал, что Джина его мать. И ты знаешь, Джулия, некоторым образом она ею является. Не важно, что мы о ней говорим. Она обожает Брэндона, а он скучает по ней уже сейчас. Хорошо бы Роза была здесь, а не в Мехико. С бабушкой ему было бы лучше. Все это тебя не развлекает? Нет. Нет? Нет, я знаю. Спасибо за то, что ты старалась. Пусть только они его поймают, кто бы это ни был. Хорошо, давай подумаем об этом. Кто бы это мог быть? Это не Хант, мы это знаем. Итан должен сильно перемениться, чтобы сделать что-то подобное. Остается Дерек и Стивен. Не могу себе представить, чтобы они пытались убить Мэйсона за то, что он, по их мнению, сделал. Но это было не случайное нападение. Это кто-то из них. Разве можно себе представить, что кто-то из них способен на это? Да ты понимаешь, друг, что совпадения слишком уж разительны. Мэйсон получает анонимное предупреждение, что ты и твои друзья собираются заполучить его. Кто-то сует ему под подбородок пистолет, при этом предполагается, что я поверю, что ты не знаешь, кто был под маской. Предполагается, что ты поймешь, что мое несогласие с товарищами вынудило меня действовать анонимно. С каких это пор? С тех пор, как я вырос из детской дружбы. Хотел бы я посмотреть, что бы ты делал на моем месте. Это что, ты осознал ошибку? Да, можно и так сказать. До сих пор я был недоволен своей жизнью. Поэтому я хочу попробовать начать все сначала. Для этого надо разорвать старые связи. Крейг, это звучит как на официальном митинге. Я верю тебе с трудом. К сожалению, я не могу доказать... Не могу доказать, что ты знал о том, что должно было вчера случиться, но это не значит, что потом я не смогу этого доказать. В этом случае я с большим удовольствием посажу тебя под арест за соучастие в покушении на убийство. Я могу идти? Пока да. Но, Крейг, если ты вдруг что-то вспомнишь или совесть подскажет тебе что-нибудь, приходи их. Хорошо? Если ты действительно хочешь порвать с прошлым, то будет ужасной ошибкой защищать преступников, потому что когда они провалятся, они потянут и тебя за собой. Они сделают это. И не сомневайся в этом. Он все время врет. Не знаю, Круз. По-моему, он говорит правду, что отдалился от своих друзей. Почему, Мэйсон? Потому что сегодня он спас тебе жизнь? Может быть, это часть общего замысла? Человека ранили, Круз. Такое обычно не входит в замысел. Тебе так не кажется? Он был легко ранен. Эта рана не похожа на смертельную. Согласно твоему описанию, в него выстрелили небрежно. Надо быть очень искусным стрелком, чтобы причинить так мало вреда на таком близком расстоянии. Не правда ли? Как ты думаешь? Возможно, но, может, он увернулся от пули в момент выстрела. Ты недооцениваешь того, на что могут пойти такие люди, как он. Крейг работал на мистера Тоннелла, и он работал не шофером. И что же ты мне посоветуешь делать? Я бы хотел больше об этом знать, но, очевидно, не знаю. А пока мы тут развернемся, я советую тебе взять жену и дочь и уехать из города на некоторое время. И, по-моему, лучше было бы вам разъехаться в разные места. Я знаю пару надежных адресов. Нам нужно разлучиться. Мэйсон, эти люди не валяют дурака. Вчера они это доказали уже. Ты же не хочешь, чтобы твоя жена и дочь были взяты в заложники. Ты должен затруднить их поиски, насколько возможно. Теперь я знаю, не легко разлучаться, но сейчас это самый лучший выход для вас. Да-да, положите все это на прилавок. 26 долларов и 40 центов. Кто же сейчас носит наличные? Я живу в кредит, как и остальные. Это было на всякий случай. Я имею в виду, с 26 баксами далеко не уедешь. Спасибо за совет, я его запомню. Не стоит благодарности, красавчик. Пойдем. Ты все взяла? Да. Тогда давай, лучше уйдем. Было очень приятно с вами познакомиться. Я должна сказать, вы произвели на меня впечатление своей рассудительностью. В третьем классе моя учительница тоже. Пошли. Стой. Нам еще хочется есть. Ради бога, не сейчас. Смотри, положи вот это в коробку тоже. Я сладкоежка и останусь ею. Скажи, вкусный пирог, Джефферсон Дэвис? Я не успел попробовать. Любопытно. Ты слышала, что он сказал, Лаура? Он очарователен. Ты сказала, Лаура? Господи. Лаура Эшер. Вы знаете друг друга? Не могу поверить. Мир так тесен, правда? Ну что же ты ждешь? Ну представь меня этому красавцу. Банни, это Энни Дачаралама. Рад познакомиться. Сегодня все не так уж плохо. Итак, ты первый раз в заложниках? Нет, со мной это случалось пару раз. Что? Значит, ты все знаешь. Марш вперед. Сюда. Иди, иди. Давай. Бери. Бери еду. Подожди. Спасибо. Она только что уснула в чужой кровати. Не могу поверить. Хорошо бы мы все были такими доверчивыми и оптимистичными. Иногда это заразительно. Я помню время, когда дети были маленькие. Я ждала Сиси домой, он не пришел, когда обещал. Началась гроза, и я ничего о нем не знала. И была уверена, что произошел несчастный случай, что случилось что-то страшное. Я пошла наверх и посмотрела на Иден. Как только я взяла ее, подержала на руках, села в кресло-качалку, приятная дремота охватила меня, и я успокоилась вместе с ней. А Сиси пришел домой, и все было хорошо, и Мэйсон придет, и все будет замечательно. Кресло-качалка – это хорошая идея. Да, в комнате у Келли есть огромное старое кресло-качалка. Если бы наши дети знали, как мы зависим от них, нам дети нужны больше, чем мы им. Почему бы тебе не пойти наверх, не взять свою девочку и не сесть в кресло-качалку? Привет. Привет. Я как раз шел вниз, за десертом. Спасибо, что присмотрел за Самантой. Ты сделал большое дело. Это было забавно. Она уже хорошо говорит. Я знаю. Ее трудно остановить, да? А какое у нее было первое слово? Шок. Шок? Так она называла сок. А у вас есть альбом, куда вы записываете разные события? Например, когда у нее появился первый зуб, когда она сделала первый шаг и всякое такое. Нет, мы его не завели, я хотела, но просто не собралась. У моей мамы был альбом про меня. Там были мои фотографии, когда мне подарили первый велосипед, когда я пошел в школу и всякое такое. Но он сгорел при пожаре. Извини, твоей маме, наверное, очень жаль. Да, она любила его смотреть. Все матери такие, они очень сентиментальны. Некоторые дети тоже, я была такой. Я брала с собой конверт с фотографиями, когда уезжала в лагерь. Мне было 12 лет. Там были фотографии мамы, папы, сестры и собаки. И каждую ночь, когда выключали свет, я пряталась под одеяло, доставала фонарик, смотрела на них и плакала. Я смотрела на них ночью, чтобы никто не видел. Я стыдилась, что я уже взрослая, а так скучаю по дому. Но знаешь, я чувствовала то же самое, когда поступила в колледж. Правда? Никому не говори. Не скажу. Знаешь, я думаю, если любишь кого-нибудь, тяжело с ним расставаться. И не важно, сколько тебе лет. Спасибо, что посмотрел за Самантой. Привет, Джина. Мама! Привет! Я думала, ты работаешь сегодня. Да, я работала. Но в логове так мало народу, чтобы буфетчик отпустил меня домой. А дома я нашла вот это. И подумала, может быть, он тебе нужен? Ты прочла мои мысли. Я как раз думала о нем. Знаешь, любимая игрушка. Хорошо, что ты принесла. Спасибо. Пожалуйста. Рада тебя видеть. Хорошо, где же он? Дерек! Он еще не вернулся. Ты нашел его? Да, я нашел его. Но где же он? Я не знаю. Лишь, я не врал тебя. Что с тобой? Он стрелял в меня. Мой друг в детстве стрелял в меня. Я был в госпитале. Зачем? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Он как хорошо обученный пес, который не издал гоняется за всеми. На твоем месте я бы тут не околачивал соприятелям. Я не могу бросить его. Кто-то же должен узнать причину. Он не скажет. Передай ему, что Мейсон Кэпвелл сейчас находится под защитой. Вызвана полиция Санта-Барбара. Меня уже допрашивали насчет ранения. Кто стрелял в меня и в Мейсона? Я обо всем этом делал. Что ты им сказал? Я мог бы дать им короткий ответ из двух слов. Дерек Гриффин. Но по какой-то неизвестной причине я соврал. Я сказал, что не узнал убийцу. Почему? А чему ты соврал, Крейг? Наверное, неприятно, когда тебя отсылают домой с работы в первый же вечер. Не совсем. Там было пусто. Даже Баня ушел. Пошел к каким-то родственникам. Как он поживает? Хорошо. Скучает по тебе. Хотел, чтобы ты пришел и навестил его. Но я понимаю, тебе надо было остаться здесь, хотя бы на сегодняшний вечер. Хорошая кровать. Спать на ней будет куда лучше, чем на койке в трейлере Мэка. Мне не важно, где спать. Зато здесь у тебя будет телевизор. И видик. Да. Я ими еще не пользовался. София сказала, что в кабинете много видеокассет, поэтому я смогу пойти и выбрать что-нибудь. Я уверена, что если ты там не найдешь того, что тебе нужно, они обзвонят все видеомагазины в городе, и Си-Си пошлют одного из своих шоферов. Мам, в чем дело? Здесь все доведено до совершенства. Патриция, наверное, приготовила тебе твой любимый десерт. Но ты помнишь, что это ее работа. Ей за это платят. И у нее были годы, чтобы научиться. Не то, что у меня. И что? Мы ели то, что я приносила домой. Что мне было делать с моими дикими расписаниями? Я едва успевала сходить на рынок. Мам, ладно. Ты думаешь, мне так важен этот десерт? Но здесь совсем другая жизнь. Да, и главное отличие в том, что здесь нет тебя. И дяди Мэка, и Филлис. Мне непривычно. И я не уверена, что мне здесь понравится. Я тоже не уверена, что мне это понравится. Зачем же мы тогда делаем это? Со временем это обретет смысл. Когда? Скоро. Я обещаю. Ты только помнишь, что я люблю тебя. Я тебя так люблю. Так люблю, что пошла и купила тебе совершенно новый мяч, потому что не могла найти старый. И мне пришлось бы извиняться, когда я пришла сюда. Я понял. Но я не хотела говорить. А как ты догадался? Я на него даже наклеила черепаху. Потому что он другой на ощупь. Но он мне нравится значительно больше, чем старый. Что с ним случилось? Не знаю. Я его давно не видела. Но я ничего не хочу сказать, но баскетбольный сезон закончился. Да? Теперь бейсбол. Грандиозно! Почему? Завтра я хотела прийти сюда, чтобы принести тебе твою баскетбольную форму. Я и не предполагала, что начинается бейсбольный сезон. Не отпускай меня. Мне жаль, что ты так беспокоилась. Что же ты ожидал? Сейчас июнь. Июнь? Раньше у тебя был странный обычай исчезать каждое лето. Как в школе. Прозвенит последний звонок, и никто тебя не увидит до сентября. Тогда я был другим человеком. Хорошо, я бы не пережила всего этого. Я счастлива, что ты вернулся. Что случилось в тоннеле? Там был Хант с пулей в плече, а убийца скрылся. Этого я и боялась. У Круза много подозрений, но он не может доказать ни одного без дополнительных улик. Поэтому мне придется покинуть город еще раз. Нет, на этот раз я костями лягу. Я тут не останусь. Хорошо. И Круз думает, что вам с Самантой тоже лучше уехать отсюда. Примерно через час будет машина. Куда же мы едем? Не знаю. Круз договаривается о чем-то. Нам надо поехать домой и собрать вещи. Это продлится всего несколько дней. Извини, это так внезапно. Все нормально. Это не имеет значения, пока мы вместе. Спрячь, Эльфорд. Прямо сейчас. Можешь не прятать свое оружие, я его уже видел. Но ты же не настучишь. Почему ты меня не убил, Дерек? По этой же причине ты меня не выдал, Крейг. Не жди следующее представление. Братская любовь исчерпала себя. Я тоже так думаю. В следующий раз не попадайся у меня на пути никогда. Почему должен быть в следующий раз? Ты заставил его недостаточно страдать? Как же страдал Мэйсон? Пресман, приговоренный к смертной Касте, ждал исполнения приговора 20 лет. Кэсси, наша подруга, мертва. А как страдал Мэйсон? Как? Смотри. Кастильо не думает, что это был наемный убийца. Он выйдет прямо на тебя. И прежде я имел дело с полицией. Круз не выйдет на меня. Конечно, если кто-нибудь не изменит свою позицию и не поможет ему. Зачем ты спрашивал наше мнение? Зачем ты заставлял нас волноваться, если собирался сделать все по-своему? Выдешь ли, я думал, признание удовлетворит меня. Но когда я подумал о Кассандре, то понял, что Мэйсон не имеет права жить, раз он отнял жизнь Кассандры. Не имеет права. Ты пойдешь в тюрьму, если убьешь его. Убийство стоит этого. Со мной ничего не случится. Ничего. Лучше брось это. Спасибо за совет. Я взял это на заметку. Крейг Хант больше мне не друг. Надеюсь, ты не разочарован? Почему я должен быть разочарован? Потому что я прервал ваш разговор, когда вошел. Может, у вас с ним есть незаконченные дела, Альфред? Конечно, нет. Он просто спрашивал, когда ты вернешься, и рассказал мне кое-что, и все. Он сказал тебе, что я в него стрелял. Довольно жестокое предупреждение, если можно так выразиться. Да, надо быть жестокими с такими людьми, как Крейг Хант. Я имею в виду, он не очень умен. Он признает только насилие. Ты, конечно, знаешь его лучше, чем я. Да. Думал, что и тебя знаю, Альфред. Не понял. Я думал, ты верен мне, Дереку. Иначе меня бы здесь не было. Дело в том, что прежде я был не согласен с некоторыми твоими решениями. Альфред, не совершай ошибку. Не пытайся спасти меня от самого себя. Или что еще хуже, не заставляй делать это. Кого-нибудь другого. Я выразился достаточно ясно? В высшей степени. Я кладу твой кейс в чулан. Запирать его в сейф? Пока нет. Он мне еще понадобится. Не употреблять с алкоголем. Интересно, что это они собираются делать? Убить меня? Юби, дай мне черный кофе. А что такое? Что-нибудь случилось, мистер Хант? Да, у меня был тяжелый день, Юби. Я даже не могу подумать о том, что мне выпить. Несчастный случай или что-нибудь вроде этого? О, да. Мне подвернулся случай попробовать стать хорошим парнем. Поверь мне, получилось не то, что должно было быть. Дай мне телефон, пожалуйста. Конечно. Спасибо. Алло? Кейли, позовите, пожалуйста. Ее нет. Ее не будет сегодня вечером. Вы оставите сообщение? Нет, спасибо. Спокойной ночи. Подождите минутку. Кто это? Это большая машина, дорогая. Мы в ней поедем. В машине детское сидение для Саманты, Мэйсон. Хорошо, пойду ее посажу. Уверена, ты не просил бы нас уезжать, если бы в этом не было необходимости. Да, к счастью, это не должно продлиться долго. Я не спущу глаз Сыттен и остальных, не исключая и мистера Ханта. Поэтому, если кто-нибудь из них сделает неосторожное движение, мы его задержим. Хорошо. С ней все в порядке? Да, она уже строит глазки шоферу. Кстати, один из наших лучших офицеров, поэтому вы в хороших руках. Вы скажете ему, если вам будет что-нибудь нужно, когда вы приедете. Спасибо. Я дам вам пару минут попрощаться. До встречи. Счастливо. Почему он так говорит? Дорогая, у меня не было возможности тебе сказать... Что ты делаешь? Я думала, мы едем вместе. Это опасно. Круз сказал, мы должны разъехаться по разным местам. Нет. Нет времени об этом спорить. Это будет недолго. Обещаю. Это может длиться неделями, это может длиться месяцами, может быть целый год, может быть... Ты подлец. Сэр, извините. Я настаиваю, чтобы вы немедленно развернули машину. Я знаю, я настаиваю. Не слушайте моего мужа. Он нездоров. Он нездоров.